Вот, думаю показать вам, друзья, ореховых, ну тут самцы в основном, небольшую партию вытащил на обозрение, вот посмотрите, пожалуйста, это ореховый мрамор, бахачкалинский. Вот такая вот птичка, вот тут видите такого серого, он тоже из-под браморных получился, свинцовые у нас говорят на них некоторые, некоторые просто стальные, серые. Давайте обсудим, что за птица, какая, есть ли у вас такая птица, что она делает, ну это дагестанская махачкалинская порода мраморных голубей. Там много есть, у меня там и рыжие есть, вот, и лимонные, черно-мраморные есть, ну это только так, небольшая партия. Не скажу, что тут все ореховые, но они все, в принципе, от одной крови, есть не ореховые, которые вышли из-под ореховых. Вот два самца одинаковых, почти можно сказать, такие бачкатые, но они не бачкатые, а забатые, забыл у них сбоку, помеченные такие. Вот такие вот, наверное, рождаются белыми. Ну вот тут есть, некоторые называют их битыми, они рождаются белыми. Бывают полностью белые, бывает там два-три пятнышка на шее, где-то перышко, на грузке, на грудке, белые пескуны, потом они преображаются и становятся вот такими вот. Это все молодые головы, ну вот тут один старичок, один-два, два тут пожилых парня, ну они становятся потом вот такими. Битый мрамор, говорят, но я это слово не принимаю. Мрамор, он есть мрамор, он не может быть ни битым, ни еще там каким-то. Так что это мраморная птица. Некоторые всегда со мной спорят, это, говорят, брак, мраморный должен, говорят, родиться сразу мраморным. Ну это, я думаю, ихняя точка зрения, которая с моим и с моими, то есть с точкой зрения моих друзей не совпадает. Ну мои друзья тоже не первый день, как говорится, в этом голубинном спорте, но кое-что тоже, кое в чем разбирается. Поэтому мы не читаем этот брак. Это не то, что брак, это как говорит мой друг Любомир, это эксклюзив. Давайте сюда, давайте, будем кормить вас. Дагестанские мраморные голови Муртузалеева Ибрагима. Ну а тут есть и черномраморные, и каштаномраморные, и ореховые, и лимонные. Ну как хотите, называйте, как говорится, у кого какая фантазия, так и называют голубей своих. Битые есть, тут говорят битые, но я не знаю, это такое, просто, наверное, от того слова, что он немножко пробитый, редко как-то. Вот старый голубь, вот такая вот у него болячка, ему, наверное, уже лет десять, этому голубку. Ну ничего страшного. Свои болезни, как говорится, лечим сами. Главное, чтобы с чужих голубятников, катухов не занести. Вот тут голубочки такие, одноцветные. Главное, чтобы с чужих голубок, катухов не занести. Вот такие есть. Кто-то скажет, это и мраморные. Ну, это тоже имеет право сказать, потому что он не похож на мрамор, но он из-под мраморных, и у него не было там никаких других кровей. Он такой получился. Может, в каких-то веках там были, в его предках какие-то другие, но он мрамор, на то и мрамор. Он сам себе не, по себе не появился, ведь его выводили. Значит, там в нем сколько цветов, столько, наверное, и мастерей в нем должно сидеть. Вот он, красавчик. Так, все сели. Вот, пожалуйста, пояса-то. Это тоже из-под мрамора. Это все мрамор. Вот, молодой. Набирает цвета. Вот два молодых красавца. Цвета набирают. С каждым годом все веселее и веселее будет становиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова